Один раз мы у ребёнка научили в это играть. После этого заснуть без этого было невозможно. Я приглашу ваших родителей, и мы с вами поиграем в игру «Угадай-ка». Угадай-ка. Они будут вам помогать. Игра, возможно, иногда долгая, поэтому я уже присяду. Что у меня в кулачке? Вы можете спрашивать, живое или неживое, и какими свойствами, маленькое или большое, твёрдое или жидкое, белое или красное, а я буду говорить, соответственно, отвечать только «да» или «нет». Вы должны угадать, что у меня в руке. Давайте попытаемся отгадать, что у меня в руке. Кто начнёт? Афанасий. А? Это… Не, можно, родители, можно, конечно. Это твёрдое? Это твёрдое. Но лучше по опыту называть, живое или неживое. Потому что, когда перед дном место сказки, может быть, кто-то захочет сыграть в гадайку, то заказывать нужно и животных тоже. Живое? Да. Вот у меня самое популярное животное на моей практике был белый… Забыла. Лев. Лев, да? Да. После того, как посмотрели… Белый лев. Белый лев. Да. Есть около Австралии специальный остров-заповедник, который специализируется на белых львах. И белых тиграх. Да. Это живое? Нет. Это неживое. Я гуманист. Это мягкое. Гуманист? Это твёрдое, да. Гуманное обращение с животными. Это имеет отношение к дожке? Нет, это не жёлтое. Это имеет отношение к дожке? Что значит «отношение к дожке»? Нет. Ну, где вы пишете? Нет. Это из гуманист? Нет. Это сделал человек? Да. Это цифра? Нет. Нет. Примет? Это предмет, да. Это шахматная фигура? Нет. Это не шахматная фигура. Это это? Фигура. Нет. Это не геометрическая фигура. Шахматная доска. Шахматная доска. Стоящий японец спросил бы, а сколько? Ну, а я нет. Не шахматная доска. Это игрушка? Нет, это не игрушка. Это нужно для занятий? Очень нужно. Очень нужно для занятий вещь. Мил. Нет. Давай. Ластик. Хорошая попытка. Вот я тоже думаю, ластик взять или не взять. Но потом думаю, наверняка скажут из резины. Так? Маленькая. Для занятий нужно. Но не ластик. И не из резины. Да, пожалуйста. Это органического происхождения. Когда это предмет и уже, как говорится, над ним проработаешь. Юлечка. Ты права. Это карандаш. Молодец. Это карандаш. Итак, конечно, это из дерева предмет для занятий, которые сделал человек твердый. Можно писать. Правильно? Хорошо. Понравилось родителям? Очень. Понравилось. Ну, давайте возьмем еще один предмет, чтобы закрепить наш успех. Беру из кармана специально, чтобы никто не видел этот предмет. Итак, предмет. Сразу? Ну, вы уж прям сразу. Могут спросить, железная? Не железная. Железная. Живое или не живое? Не живое. Это щепка. На самом деле, не живое может быть еще понятие. Потому что я же могу так вот кулачок-то держать, а сама взять и загадать какое-нибудь понятие. Например, знание. Умами. Да. Или, ну, не знаю. А дед? Любое из человеческой жизни. Допустим, школу могу сказать. Да. Молодец. Так, ну давай. Мягкая. Мягкая? Твердая. Твердая. Предмет твердый. Да. Это камень. Скрепка. Камень. Камень. Нет, это не камень. Скрепка. Скрепка. Нет, не скрепка. Не из металла. Это большое? Это маленькая. Это маленькая. Но может быть и большая. Я не отрицаю, что некоторые маленькие предметы в обиходе могут быть и большими. Скрепка. Ну, для того, чтобы белье вешать. Это ты хочешь сказать, что сделано из пластмассы, да? Нет, я хочу сказать, что это щепка. При щепка. Щепка? Нет, это не из дерева. Давайте по материалам. Не из железа. При щепке. Не из камня. Не из дерева. Не из пластмассы. Еще. Из бумаги? Нет. Из бензина? Нет. Из бензина? Мел. Мел. Нет, не из весня. Из нефти? Нет, из пластмассы из нефти. Не из пластмассы, может? Нет. Ну, родители, активнее, активнее. Это уже для вас. Пупица? Это второй тур, это уже для вас. Это не вода? Нет. Из дерева было? Твердая. Уже было, что твердая. Ой, как это? Стекло? Нет. Это не лед? Нет. Это лед? Нет, не стекло. Это материал, ну, в смысле, ткань? Нет, это не ткань. В какой области используется, давайте, назначение? Это для занятия нужно? Вот сейчас нужно, но вообще лучше не носить такое на занятия. А соль? Для приготовления пищи. Да? Нет. Такое лучше в пищу не класть. Это не для приготовления пищи. Висит. Что? Висит это? Это висит. Это висит. Знаешь, ну вот, если это... Нет. Панец это? Нет. Трудно, трудно. Да. Зуб, дуй. Это висит, на чём игрушка? Ка-ка-мерёвка? Ка-верёвка, крючок. Нет, не верёвка, не верёвка. Проволока. Это используют... Это из железа, проволока, металла, да? Это используют взрослые или дети? Ну, это используют и взрослые, и дети. Это ручка? Это не ручка. Это карандаш? Это лошка? Это ложка? Вы слишком, извините, скованы нашим столом. Ложка это уже хорошо, но нет, не из металла. Это посуда? Нет, это не посуда. Это посуда? Хотя бывает посуда. Это фарфор? Нет, это материал не фарфор. Хотя родственник. Это какой-нибудь материал? Магнитик? Магнитик. Нет, магнитик не родственник фарфору. Пишу! Это из глины. Это из глины. Ой. Черепок. Это не черепок. Но для этого используют глину. Не как? А? Витуха? Нет, это не для того, чтобы свистеть. Красно. Нет. А что это? Это не для того, чтобы свистеть. Хотя, в принципе, этим можно нарисовать на асфальте. Мелогрюм. Не мел. Из глины. Может быть, какой-нибудь какая-то... Вот иногда бывает, что кусок глины, который можно рисовать. Сделано человеком из глины. Усок кирпича. Что там? Усок кирпича. Ну зачем же кусок? Просто кирпич. Просто кирпича. Ну, вот такая вот угадайка. Угадайка. Тяжелая. Тяжелая. Нет, ну, можно же разные предметы. А я еще хочу. Еще хочешь? У меня есть предметы. У меня есть предметы. Нет, я верю. Но это уже будет дома.